Продолжение следует... Причем даже электронные компоненты в каждом из приборов, которых достаточно много, делаются в Германии. Немцы этим очень гордятся и говорят, что это одно из качественных преимуществ данной техники. Компания существует с 1951 года, то есть уже 65 лет она производит водонагреватели, в том числе и проточные водонагреватели. Сначала это, конечно же, были обычные кипятильники, простые, удобные, нужные. Сейчас это уже сложные устройства с кучей электроники, с кучей интересных решений. Компания является лидером в отрасли нагрева воды. Есть ряд вопросов, касающихся ассортимента. В ассортименте 6 серий, 15 приборов, мощностью от 4 до 27 кВт. Есть как на 220 вольт, то есть для применения в квартире, так и на 380 для применения на даче, в большой квартире, где есть подключение соответствующее. Или же для применения в коммерческом секторе. Вопросы по гарантию. Нигде об этом не написано. Гарантия на технику составляет 3 года. Это полноценная гарантия, вне зависимости от того, как вы эксплуатируете. Две недели в году или круглый год. Следующий блок вопросов касается безопасности. Но это самое главное, потому что как бы не был образован российский потребитель, он знает, что электричество и вода, вещи совместно очень опасны. И он хочет, чтобы прибор, который он купил, или приобрел, или пользуется им, был абсолютно безопасен. Это очень важно. Первое и самое главное, это, наверное, точность поддержания температуры. Всем известны ситуации, когда кран на кухне отключают, и в ванной начинает литься кипяток. Для того, чтобы этого не было, все приборы оснащены системой поддержания точной температуры. Точность поддержания от 0,5 градусов. Это очень важно. Класс защиты. Говорил про это уже несколько раз. Еще раз повторюсь. Прибор рассчитан на то, что он устанавливается рядом с местом эксплуатации. Струи воды, попадающие на стену, внутрь прибора не попадают. Пальцы пользователя не могут прикоснуться к опасным частям прибора. Это тоже важно, особенно если прибором пользуются дети или пожилые люди. Отдельно хочется сказать про давление. Минимальное давление, при котором работает серия, например, CECS, 0,2 атмосферы. Это очень низкое давление. То есть, если есть такая мощность, то прибор можно использовать на даче или в каких-то ветхих системах водоснабжения, где давление не может быть просто большое, иначе разорвет трубы или поломает трубы. Чем же вода нагревается? Как же она нагревается? Внутри находится сложная конструкция, которую мы называем колба. Колба выполнена из жиропрочного пластика, который выдерживает 10 атмосфер давления. Это очень высокое давление. Ну, например, шланг для стиральной машины может оторвать на 6-8. Прибор рассчитан на большее давление, сделан запасом. И это еще не все. Испытательное давление на оборудование 25 атмосфер. Это кратковременно, на холодную, но тем не менее. 25 атмосфер – это вообще за пределами. Как такое давление может получиться? Мы живем в России, поэтому все может быть. Внутри этой колбы находится спирально-нагревательный элемент. То есть, это несколько спиралей, выполненных из нержавеющей стали, которые греют воду в момент протекания ее по колбе. Сделано это потому, что температура на поверхности спирали незначительно больше, нежели чем температура воды, которая протекает через прибор. За счет этого не откладывается накипь на поверхности прибора. Что же произойдет в случае разрыва этой спирали? Это тоже вопрос довольно простой. Так вот, ничего не произойдет. Прибор потеряет мощность. Информация, если это электронный прибор с дисплеем, увидится на дисплей, что прибор не может нагреть воду до заданной пользователем температуры. Ток, если у нас произошел разрыв, уходит на контур заземления. Для этого специальная вставка есть. После пластиковой колбы есть медная вставка, которая подключается к контур заземления. Поэтому все приборы, все приборы, любой фирмы должны подключаться обязательно с заземлением. Это очень важно для безопасности пользователя. Поэтому требования безопасности нужно соблюдать. Помимо безопасности, есть еще один такой момент удобства эксплуатации. Но про точность поддержания температуры я сказал. Это же удобно, и это удобно. Есть вариант установки защиты от ошпаривания. Если прибором пользуются дети или пожилые люди, то пользователь может настроить температуру, выше которой прибор воду не нагреет. Это очень важно. Потому что, ну как маленький ребенок пользуется водонагревателем? Он же его не включает, не выключает. Он открывает кран и подставляет руки. В случае, если он подставляет руки, и там идет кипяток, это не очень хорошо. Йод, бинты, зеленка. В общем, целая трагедия. Очень непонятная штука про выбор мощности. Я сказал, что на многие приборы можно подключить универсальную мощность. Много вопросов, поэтому особенно звонков. Все на самом деле просто. На приборе, на плате можно ограничить эту мощность. С помощью дисплея выбрать максимальную мощность. То есть, допустим, вы подключаете прибор. Изначально он с завода подключен на 8 кВт. В случае, если вам нужно поставить 6 кВт. Это мы сейчас говорим про CX-9. Вы, соответственно, уменьшаете. На дисплейчике появляется обозначение 66, то есть 6,6 кВт. Ну, это при 230 вольт. При 220 вольт он будет где-то 6,2-6,4 кВт выдавать. Тем самым вы ограничили мощность прибора. Вы можете защититься от переключения мощности, установив блокировку. Есть сервисное меню, можно прочитать инструкцию для пользователя. Можно прочитать инструкцию до того, как установил водонагреватель. И, соответственно, сделать соответствующие настройки. К каждому нашему видео есть текст, где есть упоминание о пульте управления. Для модели серии DSX, про которую мы еще расскажем, этот пульт идет в комплекте. Для всех остальных моделей, электронных моделей MCX, CX и DEX, пульт может продаваться, ну и, соответственно, покупаться как опция. Зачем он нужен? Ну, прибор не всегда стоит там, где удобно. Есть места, куда каждый раз что-то перенастроить. Это очень неудобно. Поэтому пульт управления на расстоянии 10 метров может управлять прибором. Не надо никуда лазить. Также там есть упоминание в адаптере. Что это за зверь? Давайте расскажем. Это устройство, которое, с одной стороны, по радиоканалу управляет прибором, а с другой стороны, может связываться с устройством iPhone или iPad, программу на которую вы должны скачать из iTunes. Вы настраиваете на своем девайсе нужную температуру, смотрите графики потребления, кто сколько вылил и так далее. Ну, в основном, это коммерческая эксплуатация подобных устройств. Ну, есть люди, которые любят иметь самое современное, самое интересное. Компания Клаги это предоставляет. Вот на этом-то, в общем-то, и все. Я надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Звоните, пишите, стучитесь к нам. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok